Следующая тема лекции методы биологической и биохимической очистки сточных вод. Эту функцию выполняют микроорганизмы. В чем роль микроорганизмов? В основе биохимических методов лежит способность микроорганизмов использовать для питания содержащиеся в сточной воде органические компоненты. Очистка в анаэробных условиях происходит под действием анаэробных микроорганизмов, в результате чего количество органических загрязнителей, содержащихся в сточной воде, уменьшается за счет превращения их в газы, такие как метан, блоки с углерода, растворенные соли, а также за счет роста биомассы анаэробных бактерий. Преимущество анаэробного процесса является относительно недорогим и образуется незначительное образование микробной биомассы. К недостаткам невозможность удаления органических загрязнений в низких концентрациях, анаэробная деградация органических веществ при метаногенезе осуществляется как многоступенчатый процесс, в котором необходимо участие по меньшей мере четырех групп микроорганизмов, таких как гидролитиков, бродильщиков, ацетогенов и метаногенов. Следующее преимущество рассмотрим аэробную очистку. В чем преимущество этого метода является высокая скорость и использование веществ в низких концентрациях. Существенными недостатками, особенно при обработке концентрированных сточных вод, являются высокие энергозатраты на аэрацию и проблемы, связанные с обработкой и утилизацией больших количеств избыточного ила. Аэробный процесс используется при очистке бытовых, некоторых промышленных и свиноводческих сточных вод, в которых химическая потребность кислородия не выше 2000. Исключить указанные недостатки аэробного метода может предварительная анаэробная обработка концентрированных сточных вод методом метанового брожения, который не требует затрат энергии на аэрацию и, более того, сопряжена с образованием ценного энергоносителя, такого газа, как метан. Аэробный процесс очистки сточных вод происходит в присутствии растворенного в воде кислорода. Представляет собой модификацию протекающего в природе естественного процесса самоочищения водоемов. Существует две стадии брожения сточной воды. Кислое, первичное заполнение септика. При окислении стоков образуется много зловонных газов. Разложение органических загрязнений происходит очень медленно. Удаленный ил имеет желтовато-сирый цвет и плохо сохнет на воздухе, испуская при этом резкий неприятный запах. Щелочное брожение, в нем отсутствуют зловонные газы, следует отнести ускоренное протекание процесса брожения и уменьшение объема ила. Извлеченный септика ил имеет темную окраску, быстро сохнет, не испускает неприятного запаха. Следовательно, кислое брожение является предварительной стадией метанового брожения. Именно по этой причине в первой камере многокамерного септика всегда устанавливают какую-то часть ила, оставляют, которая способствует незакисанию содержимого септика. Активный ил состоит из живых организмов и твердого субстрата. Вещество всех живых организмов, которые могут содержаться в активном иле, это скопление бактерий, простейшие черви, плесневые грибы, дрожжи, актиномицеты, водоросли. Такие же организмы населяют ил и называют их биоцинозом. Активный ил – это амфотерная коллоидная система, имеющая pH от 4 до 9 и отрицательный заряд. Сухое вещество активного ила содержит 70-90% органических и 10-30% неорганических веществ. Известны аэробные и анаэробные методы биохимической очистки. Биохимическая очистка источных вод. Анаэробный метод используется для аэробных групп организмов, для жизнедеятельности которой необходим постоянный приток кислорода, температура от 20 до 40 градусов по Цельсию. При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле, или биопленке. Процесс биологической очистки происходит в аэротенках, в которые подают сточную воду и активный ил. Рассмотрим классификацию биофильтров. По пропускной способности биофильтры подразделяют на капельные с естественной вентиляции. Капельные биофильтры применяют при расходе сточных вод не более тысячи метров кубических в сутки. И второй тип биофильтров – высоко нагружаемые с естественной или искусственной вентиляцией. В качестве загрузочного материала для этих биофильтров используется щебень или галька проточных пород, а также керамзит и пластмассы. Следующий этап – аэротенки. Относятся к сооружениям биологической очистки источных вод в искусственно созданных условиях. Обычно их выполняют в виде длинных железобетонных резервуаров коридоров глубиной 3-6 метров и шириной 6-10 метров. Процесс разложения органического вещества в аэротенки протекает в 3 фазы. В первой фазе происходит сорция органических загрязнений на хлопьях активного ила и окисление легко окисляющихся органических веществ. Во второй фазе окисляются трудно окисляющиеся органические вещества и происходит регенерация активного ила, то есть восстановление его сорбционной или сорбирующей способности. В третьей фазе происходит нитрификация аммонийных солей. Следующая тема лекции – физико-механические способы очистки производственных источных вод. К ним относят в первую очередь о зонировании. На чем этот метод основан? Он основан на высокой окислительной способности озона, который при нормальной температуре разрушает многие органические компоненты источных вод. В процессе озонирования воды одновременно возможны обесцвечивание, дезодорация, обеззараживание источной воды и насыщение ее кислородом. На воздухе или в водном растворе озон самопроизвольно диссоциирует с образованием кислорода. Причем в водном растворе он диссоциирует быстрее. Распад озона в воде резко увеличивается с ростом pH среды, то есть водородного показателя и температуры. Наиболее экономичным методом получения значительного количества озона является пропускание воздуха или кислорода через электрический разряд высокого напряжения 5000-25000 вольт в генераторе озона, называемом озонатором. С помощью озона можно достичь и глубокой очистки до углекислого газа и воды, однако расход озона при этом резко возрастает. Для ускорения процессов окисления озоном органических примесей часто используют катализаторы, например, к ним относятся окис меди и силикогель. Существенный практический интерес представляет использование озона для очистных сооружений очистки источных вод, содержащих ароматические соединения. Метод озонирования может быть успешно применен и для очистки источных вод, содержащих нефтепродукты, что также представляет собой существенный практический интерес. Следующий метод – флотация. Флотацию применяют для удаления источных вод нерастворимых диспергированных примесей, которые самопроизвольно плохо отстаиваются. Она используется также для выделения активного ила или после биохимической очистки. Достоинствами флотационного метода является непрерывность процесса, широкий диапазон применения, небольшие капитальные и эксплуатационные затраты, простая аппаратура, селективность выделения примесей по сравнению с отстаиванием, большая скорость процесса. Флотация сопровождается аэрацией источных вод, снижением концентрации поверхностно-активных веществ и легко воспламеняющихся веществ, бактерий и микроорганизмов. Все эти факторы способствуют успешному проведению последующих стадий очистки источных вод. Элементарный акт флотации заключается в следующем. При сближении подымающейся в воде пузырька воздуха с твердой гидрофобной частицей, разделяющая их прослойка воды при некотором критической толщине, прорывается и происходит слепание пузырька с частицей. Затем комплекс пузырек-частица подымается на поверхность воды, где пузырьки собираются и возникает пенный слой с более высокой концентрацией частиц, чем в исходной воде. Поверхностно-активные вещества – это реагенты, собиратели, адсорбируясь на частицах, понижают их смачиваемость, то есть делают их гидрофобными. В качестве реагентов собиратели используют масла, жирные кислоты, их соли и амины. Эффект разделения флотации зависит от размера и количества пузырьков в воздухе. По некоторым данным, оптимальный размер пузырька должен быть 15-30 микрометров. Физико-химические аспекты флотации. К эффективной разновидности электрохимических методов очистки вод относится электрофлотация. Суть метода состоит в том, что в процессе электролиза воды, разделяющиеся на электродах пузырьки газов, водород и кислород, сталкиваются со взвешенными частицами, прилипают к ним и флотируют их на поверхность жидкости, то есть поднимают их на поверхность жидкости. Следует отметить, что выделяющийся на аноде кислород может окислять те или иные органические компоненты сточных вод, снижая тем самым величины химической потребности и биологической потребности в кислороде. Электрофлотационный метод эффективен при очистке сточных вод различных отраслей промышленности, в частности, таких как химическая, целлюлозная, кожевенная и другие. Очень важно подчеркнуть перспективность использования электрофлотационного метода очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов. Следующей темой лекции является расчет необходимой степени очистки сточных вод. Для этого рассматривают такой фактор, как разбавление сточных вод. Разбавление сточных вод – это процесс снижения концентрации загрязняющих веществ в водотоках и водоемах, протекающих вследствие перемешивания сточных вод с природными водами. Рассматривают интенсивность процесса разбавления. Что сюда входит? Количество, которое характеризуется степенью разбавления, которое определяется по формуле. Что входит в состав этой формулы? Входит сюда N – степень разбавления сточных вод водой реки, Q – расход реки в метров кубических в секунду, Q – расчетный расход сточных вод в метров кубических в секунду, и гамма – коэффициент смешения. Необходимо также рассчитать степень очистки сточных вод от взвешенных веществ. По содержанию взвешенных веществ используют следующую формулу. Где находят искомую степень очистки в процентах, C – исходная концентрация взвешенных веществ в сточных водах до очистки в миллиграмм на литр, C – концентрацию или расчетную концентрацию взвешенных веществ в очищенных сточных водах перед сбросом в водоем в миллиграмм на литр и делится измерение. Следующий расчет, который производится при очистке сточных вод от взвешенных веществ, – биологическая потребность в кислороде, смеси речной воды и сточных вод. Концентрация сточных вод, при которой биологическая потребность в кислороде воды реки в ближайшем пункте водопользования ниже спуска сточных вод, будет не больше принятых нормативов, находят по формуле, где L – дополнительное, предельно допустимое значение биологической потребности кислороде, смеси сточных вод и речной воды, равной 4 мг на литр. LV – это биологическая потребность кислороде и речной воды до сброса сточных вод, единица измерения миллиграмм на литр. К1 – константа скорости потребления кислорода сточными водами, и Т – время протекания от места сброса от расчетного створа, измеряется в сутках. Лекция закончена. Организация Продолжение следует...